Любители футбола стали свидетелями настоящего дальневосточного дерби. Футболисты лучшей энергии в матче 1-8 Кубка России на стадионе Динамо принимали Хабаровский СКА. Начало встречи прошло в равной борьбе, однако гости действовали активнее в нападении. Опасно пробивал легионер Хабаровчан Джуниор, но мяч прошел рядом со штангой. А затем последовал ответ хозяев. Корян вышел к воротам 1-1, но удар пришелся прямо в руки голкиперу. 0-0 после первого тайма. А в самом начале второго, когда диктор только объявлял составы команд, Кариан выдал точный пас Коцаеву и на табло уже 1-0 впереди луч. После забитого мяча желтый и синий и не думали сдавать обороты, а гости бросились от выигрываться. И это удалось уже в добавленное арбитром время. Хабаровск пошел в обанк, они заменили защитника, выпустили еще игрока группы атаки с целью давления. И поэтому получилось, что они навязывали, навязывали именно такую еще игру. Сфалили у штрафной, как бы Славнов хорошо исполняет стандартное положение. Получили на последних минутах гол. Все хорошо, что не бросили играть. Было полчаса еще игры и доказали, что на данный момент мы сильнее. Командам предстояло сыграть еще два игровых отрезка по 15 минут на 10-ти градусном морозе. Футболисты согревались. Мощно пробил из-за предела в штрафной. Мяч рикошетом от головы защитника попал в перекладину, а на добивание подоспел Владимир Романенко. 2-1. А еще через несколько минут гости нарушили правила в своей штрафной площади, и Корян реализовал пенальти. Армейцы не сдавались до последнего, успев к перерыву сократить отставание до минимума. Но в оставшееся время желто-синий выстояли. 3-2. Победа луча энергии. Очень приятно, конечно, забивать. Я в Омске был, я все время забил, а сейчас Виталий же упускал, сказал, ты должен изменить сейчас встречу. Так и получилось. Забил гол, правда, потом забили еще, пропустили, но выиграли самое главное. Возможно, мы не показали своего потенциала в атаке, но, как всегда, были сильны в организации оборонительных действий и были сильны духом. Это самое главное. Обыграв хабаровских армейцев, футболисты луча энергии вышли в 1-4 финала Кубка России. Соперник желто-синих определится в Томске в матче местной Томи и Тюмени в марте. Адмирал завершил серию выездных матчей поражением Нижегородскому Торпедо. В этой встрече в составе приморцев дебютировал голкипер Нико Ховинин и защитник Дмитрий Воробьев. Первый период прошел под диктовку хозяев, а новоиспеченный вратарь Адмирала с партнерами по команде дважды выстоял в меньшинстве. На последней минуте первой 20-ти минутке гости огорчили хозяев. Шайбу забросил Сергей Леснухин. Кстати, это его первый гол в составе Адмирала. В 14-м матче первый гол Сергея Леснухина. Очень важная шайба под занавес первого периода. Во втором периоде хозяева быстро отыгрались после удаления другого. А через две минуты Торпедо и вовсе вышла вперед усилиями Ходжимана и Вольски. В третьем периоде счет не изменился. 2-1 победа Нижегородцев. Уже в понедельник, 2-го декабря, Адмирал начинает очередную серию домашних матчей. Первый соперник – московский «Спартак». Баскетболисты «Спартака Приморья» уступили в ревде команде «Темпсумс» 85-79. В этом матче красно-белым не смог помочь Никита Маргунов, который еще не восстановился после травмы. И новичок Кир Гринвуд, он присоединится к команде позже. Самым результативным в составе «Приморцев» стал Павел Громыко, набравший 24 очка. У Ильи Сыроватко 16 очков и 3 подбора. Алексей Галихов записал себе в актив 14 очков и 4 подбора. Следующий матч «Спартак-Приморья» проведет 1 декабря в Перми против дебютанта Суперлиги Пармы. Марьяна Симоненко, Станислав Лазебный. Новости на 8.